Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев, это канал Футбол, это жизнь и это карьера за Ювентус. Уже конец января и у меня есть одна идея о подписании одного игрока, но о нем чуть позже, после матча с Дженуа. Итак, матч у нас с Дженуа, дальше идет у нас матч в Кубке Старина. Давайте мы на Дженуа выпустим второй состав, а вот в Кубке выпустим уже первый. Так, вот он мой второй состав. Поехали! Итак, чемпионат Италии Ювентус-Дженуа. Интереснейший матч. И сегодня мы посмотрим, кто все-таки сможет на Альянс-Стадиум одержать победу. Находит этим пасом уже Спиназолу, аккуратный финт, вот здесь вот сами Хедира. И Марио Манджукич забивает гол головой. 1-0 на 18-й минуте. Манджукич выводит вперед Ювентус. Здесь очень хорошо разыграли. Спиназолу нашел Хедиру. Здесь вот убрал, там наложено. Здесь вот Хедира развернулся, дал навес. И Манджукич под самую перекладину забивает. 13-й гол Хорвата в чемпионате Италии. И вот так вот этим пасом находит Федерико Бернардески. И это гол. 2-0. Бернардески в противоположный угол пробивает. И забивает 2-0. Ювентус комфортно себя чувствует. Здесь вот отлично. Выход 1 на 1. И вот так вот. Противоположный угол. Перин думал, что влевый будет пробивать. Уже и падал туда. Но вот так вот перенаправляет. В притирку со штангой. Бернардески забивает свой седьмой гол в чемпионате Италии. На Марио Манджукича, который уже здесь просто один бежит. И не попадает. Но тут прямо отскок на перина. Не удается Хадире добить этот мяч. Ну что же, попробовали Марио Манджукич забить второй мяч в матче головой. И Марио Манджукич забивает. Делает что-то 3-0. Снова забивает Манджукич в этом матче головой дубль. И снова по перекладине. И снова красиво. С затылком так перенаправляя. Забивает Марио Манджукич. 14-й гол. Но навес идет вообще не на него. Георгий Джикия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья. Сейчас бы мог Георгий Джикия заложить. В первом же матче за Ювентус. По такой очень коварной траектории, снижающейся. Пошел мяч. Но счет остается прежним. 3-0. Получится ли снова навесить на Марио Манджукича? И хэт-трик Марио Манджукича. Три мяча головой, друзья. Три мяча головой. 4-0. Это разгром и хэт-трик Марио Манджукича. Посмотрите, вот этот гол, наверное, самый будет красивый. В сегодняшнем матче больше мне всех понравился. Вот так вот хорошо навешивает. С такого острого угла. Вот отсюда, наверное, будет видно. Да, прямо в девятку, можно сказать, залетает мяч. И Манджукич забивает свой уже 15-й гол в чемпионате Италии. Хэт-трик Манджукича. Спинозола и Марио Манджукич. 4 мяча забивает хорватский футболист. Вот так вот он сегодня справляется с Дженуа. Не получилось аккуратно здесь вот у Спинозолы забить. Но пушечный сейчас был выстрел от Манджукича. Покер хорватского футболиста в сегодняшнем матче. 5-0. Разгромная домашняя победа Ювентуса. Отличный дебют для Георгия Джики. Ведь именно сегодня он оставил в ворота. Ой, существенные. В неприкосновенности. 5-0. И сейчас у нас будет кубковая игра. Но перед ней мы все-таки постараемся купить одного игрока. И как неожиданно это, но именно русского. Потому что мне кажется, надо все-таки продавать игроков российским клубам в Европу. Чтобы прогресс был не только у команд, но и у сборной России. Поэтому мне очень нравится этот футболист. И это не Головин. Это чем-то схож с Головиным. Немного он провалил, конечно, чемпионат мира. Но все-таки это все равно шикарный игрок. Это Алексей Миранчук. У него хорошая левая нога. Будем стараться на его подписать. По Головину что? Можно было бы и Головина купить. Но все-таки... Не знаю насчет Головина. Вот или Головин, либо Миранчук. Давайте попытаемся все-таки Головина купить. Да, с Миранчуком немного я переборщил. Но все-таки, может быть, получится нас подписать. За 16 миллионов. Ага. Ну, естественно, они сказали нам не за 16 миллионов. Тогда будем пробовать подписывать Миранчука. Мне кажется, за такую цену смогу. Продать нам его. Все-таки не такого рейтинга. Он там рейтинга 78, может где-то так. 20 вот тут уже нам говорят. 21 миллион за Алексея Миранчука. Который станет дополнением Георгия Джики. Это отличная связка, мне кажется, будет. Так, это будет нерегулярный игрок. На 5 лет. Отступные, конечно, нам не нужны. И зарплату нам сразу уже сказали, как он хочет. И мы, естественно, его подписываем. Итак, Алексей Миранчук. Переходит в состав Ювентуса. Сейчас мы узнаем его рейтинг. Леонардо Спинозола. Так, ну вот Миранчук согласен. 78 у него рейтинг, но это неплохо. И насчет, что Спинозол. Давайте мы его попробуем отдать в аренду. И будет тогда у нас... Если мы его получим, еще его отдать. Если он там согласится. Да, только на год можно. Почему бы нет, в Испанию не пойти. И вот если нас его возьмут в аренду, то тогда Миранчук займет его позицию. Все, договорились. И теперь будем смотреть, что скажет Спинозола. Итак, пресс-конференция. И Крещано Роналдо, естественно, хочет сыграть. Естественно, мы его выпустим. Ну и давайте все-таки похвалю Георгия Джикию с великолепным дебютом для него. Итак, вот он, этот состав. Я бы вместо Барзагли бы взял бы Джикию. Но вместо Бентактура взял бы Миранчука. Посмотрим, что из этого можно сделать. Стараемся красиво это все сделать. С Миранчуком, с Джикей. Хорошо, что они оба перешли. Получилось у нас договориться с ними. И Кубок Италии. Четверть-финал. Поехали. Итак, снова Альянс Стадиум. Но теперь уже другой состав и другой турнир. Кубок Италии. Ювентус принимает Торино. Туринское дерби. Марио Манджукич в прошлой игре на этом стадионе забил 4 мяча. Посмотрим, что ему противопоставит. Хоть в нем иногда и все ясно. И вот так вот Дуглас Коста на ходу практически Крещано Роналдо забивает. И забивает Крещано Роналдо очередной гол за Ювентус. Но сейчас мы узнаем, какой это по счету в Кубке Италии для португальцев. Он здесь вот аккуратно проходит. Вот так еще продолжает двигаться. Левой ногой забивает Крещано Роналдо. Для него это первый гол в Кубке Италии. Ну что ж, с почином Роналдо. И пропускает все-таки Ювентус. На нарушение попробовали там взять Белотти. Тактический фолл, но нет. Штиндель забивает. И Бейл конфетку забивает. Отличный гол Гарета Бейла. Сейчас пока что за Ювентус забивают только мадридские игроки. Крещано Роналдо и Гарет Бейл. В Кубке Италии. Отлично. Вот так вот. И в касании. Не глядя, вы посмотрите. Гарет Бейл не глядя пробивал. И просто шикарный гол. В девятку залетает этот мяч. И уэльский игрок забивает гол. Можем потерять, как и игрок сборной. Сейчас говорю, Штиндель забивает дубль. Главная звезда, наверное, Тарина сегодня. То каркас спасает, как прямо ворота Реброва. И все-таки Штиндель забивает. Нужно нам еще спасать. Ну и все. Друзья, поражение. За долгое время мы все-таки умудрились проиграть. Да еще и первым составом в Кубке Италии в четвертьфинале. Штиндель забил хэт-трик. Обидно, конечно, поражение. И мы вылетаем, я так понял, с турнира. Наполе выходит, обыгрывая Милан. Выходит дальше Самбдори. Но тоже Лацию потерялись. Также и Рома. Так что теперь главный фаворит это Наполе. Двух мячей даже не хватило Ювентусу, чтобы победить в этом матче. И такое тоже бывает. Дальше пошло просто уже невезение по ходу матча. И мы сейчас даже это проверим. Что мы точно вылетели. Вдруг там какая-нибудь переигровка бы могла быть. Нет, Торино-Самбдори уже все. Матчи объявлены. Все. Ювентус вылетает из Кубка Италии. Сторара может перейти в мексиканский чемпионат. Давайте поговорим насчет аренды. Тем более у нас сейчас. Миранчук. Посмотрим. Ну и Тайгерс согласен. Ну что ж, друзья. Большое вам спасибо за просмотр. Спинозола ушел в аренду. В следующем выпуске у нас будет матч против Киева и матч против Сосового. Спасибо вам большое за просмотр. Поставьте лайк. Как-то, чтобы не сильно обидно было поддержить Ювентус. Все-таки вылетает из Кубка Италии. Главный фаворит. Все-таки, мне кажется, это все многое из-за Алисона. Честно, хоть и 85-й, но он получше намного играет. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok